28 июля в Уфимском республиканском кардиологическом центре прошел мастер-класс для хирургов. В столицу Башкирии приехали врачи из районов республики, а также из Казани. Главная цель сегодняшнего мастер-класса – обмен опытом. Уфимские хирурги проведут ряд показательных операций и после обсудят их с коллегами. Он называется мастер-класс, но я уже говорил, что это встреча с коллегами, делимся опытом. Подготовлен ряд пациентов с патологией сонных артерий. Мы проводим профилактику ишемического инсульта, потому что ишемический инсульт является одним из самых часто встречаемых. Если взять геморрагический и ишемический, то более 80% всех случаев это ишемический инсульт является. Поэтому мы решили собраться, провести обсуждение этой насущной проблемы, поделиться опытом и особенности, тонкости операции тоже еще раз обсуждить. Как рассказали врачи, этот мастер-класс первый в текущем году. Раньше, еще до ковидных ограничений, такие собрания проводили по 3-4 раза в год. Большинство уфимских врачей, как и Тимур Хафизов, уже не раз выезжали в другие регионы и повышали свою квалификацию. К самосовершенствованию, конечно, нет предела. Наши доктора, которые общаются со всеми российскими кардиохирургами, со всеми федеральными центрами, конечно же, обучаются и каждый год у нас внедряется до 20 новых хирургических мешателей. Республиканский кардиологический центр ежегодно осваивает новые методы оперирования и диагностики. Большая часть современных операций проводится эндоваскулярным способом. Вместо большого разреза на теле пациента делают лишь небольшой прокол. Мы вынуждены были в связи с большим ростом таких операций отделить два отделения рентгенхирургии. Одна из них занимается коронарными сосудами. Второе отделение занимается развитием новых эндоваскулярных методов лечения для периферических сосудов. В том числе и крупных сосудах. И на сегодняшний день очень актуально проведение операций на аорте, при расслоении аорты, при разрыве аорты. И такие операции тоже, часть из них делается эндоваскулярным методом. Эндоваскулярная хирургия – относительно новое направление. Она появилась лишь в середине 20 века, но у нее есть несколько существенных плюсов. А потому ее активно применяют во всех сферах медицины. Все это направлено на то, чтобы нашего пациента, с одной стороны, спасти от критического состояния, дать ему возможность жить нормально, с другой стороны, эти операции более короткие и помогают быстрее восстановиться пациенту после проведенной операции. После эндоваскулярной операции, к слову, пациент уже на второй день встает, ходит, двигается и продолжает обычный образ жизни. Как рассказывает Ирина Николаева, сейчас хирургия развивается по всей республике, не только в столице. Способствует этому и появлению нового оборудования, и повышению квалификации специалистов, которые зачастую происходят на подобных мастер-классах. Алсу Гумерова, Андрей Шуняев, телеканал ЮТВ.